Как уже сегодня утром на кофе говорили, в любой мощной, сильной компании есть система обучения, которая позволяет новичку делать первые шаги правильно. Без этой системы невозможен результат и успех. Я вас поздравляю в том, что вы находитесь, друзья, в лучшей компании на территории Европы и лучшей компании на территории всего мира. Вы находитесь в лучшей команде и вы находитесь в лучшей системе. А это и есть то, что приведет к вас результат. Осталось только дело за малым. Начать делать это правильно. Прежде чем начать, я хочу пробежаться в общем по системе, которая будет выглядеть и как это будет происходить. У нас будет цикл школ из пяти школ. Каждую неделю в 21.00 по вторникам по Москве в 23 будут проходить обучающие мероприятия для партнеров. Первая школа это сегодняшняя школа мечты и цели. Следующий обучающий материал будет список знакомых. Как правильно составить список знакомых. Третья неделя это во вторник также в 21.00 по Киеву и в 23 по Москве приглашение. Мы будем разрабатывать как приглашать правильно и так далее. Четвертая неделя это работа с возражениями и пятая неделя это завершение сделки. Вы узнаете, друзья, много практики, вы узнаете много опыта с других сетевых бизнесов, других сетевых лидеров и также опыта наших лидеров и мои личные. Поэтому я надеюсь, что всем это будет полезно. Для начала хотел попросить два таких важных момента. Если вы новичок, то я вам рекомендую, друзья, если вы только первые дни недели в бизнесе, либо совсем недавно в бизнесе, либо у вас еще нет больших результатов, я вам рекомендую вооружиться листиками, тетрадками и ручками. Те люди, которые уже подольше, они знают этот закон, что самый тупой карандаш, а в третьей самой острой памяти. Поэтому, друзья, все, что не записано, все забыто. Я, возможно, для кого-то не скажу что-то новое, для кого-то то, что я буду говорить, будет сверхоткрытием. Главное, самое главное, это то, как вы распорядитесь этой информацией и насколько мы будем с вами работать в унисон, насколько мы с вами будем работать в диалоге. К сожалению, я сейчас не смогу увидеть обратную связь, к сожалению, но уже в следующей неделе должен появиться чат, и в следующей неделе у нас уже будет возможность общаться в диалоге и так далее. Это будет очень приятно. Потом еще у нас добавятся слайды, то есть это будет все визуально. А так как вы присутствуете на первой школе, первые шаги партнера, тогда начинаем, друзья. Итак, школа называется «Мечты». Что у нас регламент сегодняшней школы? Мы сегодня с вами поговорим о мечтах, о важности, о постановке целей и о важности, зачем это делать, как это делать. Вы узнаете несколько живых историй успеха людей, которые делали то, что мы сегодня будем обсуждать. И вы узнаете практически какие-то моменты и будут даже задачи, которые нужно будет сделать либо в прямом эфире, либо дома. То есть это интерактив. Я рекомендую в унисон, то есть вместе с вами поработать, тогда вы получите максимум результата. Итак, поехали, друзья. Брайан Трейси, один из успешнейших ораторов, один из успешнейших тренеров сетевого бизнеса, традиционных и так далее направлений. Это человек, который написал одну из книг «21 закон победителя» или «21 закон успеха». И первый закон, который он назвал самым важным, это все успешные люди ставят, мы друзья с вами начнем, все большие люди ставят большие мечты. Я в двух словах поделюсь своей историей. Я обычный парень, который до недавнего работал продавцом строительных материалов. У меня не было ни возможности, ни связи, ни паб богатых, ни всего того, чтобы привело меня к результату. Но у меня была одна важная вещь, друзья, я постоянно мечтал. Когда было свободное время, перерыв между работами, а работал я по 12 часов за копейки, потому что выхода другого не было. Я на чеках, чеки, на которых выписывали стройматериалы, писал свои мечты и цели. И в один прекрасный момент я понял, что то, что я делаю, не приведет меня к мечтам. Но я постоянно мечтал. Я узнал одну важную вещь, друзья. Если каждый из вас хочет быть успешным, богатым, счастливым человеком, вы должны работать на себя. И я вас еще раз поздравляю, потому что вы уже приняли это решение и вы находитесь в лучшей компании, компанией Вау Ви. Можете себе поаплодировать, потому что действительно это правда. И сегодня мы с вами начнем с того, что начнем с вами по мечтам и поработаем. Важная фраза. На 90% ваш успех зависит на ответ на вопрос «Зачем?» и на 10% ответ на вопрос «Как?». То есть, если вы ответите на вопрос «Зачем я это делаю?», вопрос «Как?» решается сам собой. Поэтому самое важное определиться, зачем вы пришли в этот бизнес. Когда ко мне подключается новый партнер, и я думаю, у вас такая же будет ситуация, вы задаете ему вопрос «Какую цель ты преследуешь?», зачем ты пришел в этот бизнес, что ты хочешь от этого получить? Если, друзья, вы не знаете своих целей, а самое страшное, если вы не знаете целей своих ключевых партнеров, то вместе вы не достигнете больших высот. Проблема человечества, друзья, маленькое количество людей на планете мечтает. Потому что мечтатели, я помню, когда я мечтал, когда я рассказывал о своих фантазиях, о своих целях, мои близкие, самые близкие, друзья, для меня говорили мне, я просто говорю о том, наверняка у вас это происходит, когда вы говорите о хороших ходах, машинах, вам говорят «Да брось ты все, иди на работу». Мне говорили презренную такую фразу, презрительно, мечтатель и так далее, то есть, ну я, сыпев зубы, продолжал действовать и делать те шаги. Поэтому мало людей на планете мечтают, а еще меньше людей, друзья, на планете ставят цели. Именно поэтому, именно поэтому, ни по какому другому, люди не преуспевают и не достигают успеха. Расскажу вам историю. Был университет американский, очень серьезный университет, и ученые решили поставить опыт. Они собрали 100 студентов, 100 студентов, и дали задачу написать цели этих студентов, чтобы выдали каждому по листу, и каждый из этих студентов должен быть поставить свои цели на 5, 10, 20 лет. После того, как они собрали у 100 студентов листы, оказалось, что большинство просто ничего не сделали. Некоторые поставили цели на год, два, некоторые на пять, что-то набросали. И всего лишь три человека, с этой группы 100 человек написало цели на 20 лет, четко расписалось. Оказывается, студенты думали, что на этом эксперимент закончен, но профессора, ученые через 20 лет подняли вот эти все записи и нашли всех людей, которые тогда были в этой испытуемой группе. Оказалось, друзья, что те люди, которые не поставили цели, кто-то из них спился, кто-то из них работал просто грузчиком, кто-то где-то там перебывал с одного места на другое. Те люди, которые хоть какие-то цели поставили, работали на среднем уровне и зарабатывали какие-то там неплохие деньги. И представляете, какое было удивление этих ученых, когда они узнали, что те три человека, которые поставили четкие цели на 20 лет, все три были одними из самых успешных и были долларовыми миллионерами. Этот факт подтверждает то, что, друзья, те, кто ставят цели, те, кто мечтают, те, кто планируют свою жизнь, у тех 100% все будет получаться. И я вас поздравляю, потому что у вас есть инструмент, с помощью которого вы будете достигать своих мечтей. Представьте человека, который, человека без мечты, представьте такую ситуацию, все из вас видели что-то в дартс или играли в дартс. Вот вы представляете мишень такую, перед вами мишень, где есть 10, 9, 8 и так далее. Представьте себе, вы хотите попасть в десятку, у вас есть цель и вы стараетесь бросать. Может вы не будете попадать точно в десятку, но по крайней мере в 7, в 8, в 6 вы будете попадать. А если вы не знаете, куда бросать, вы будете бросать в стекла, в окна, в людей, в что угодно, вы будете бросать этот дротик, но так и не попадете не то, что в десятку, вы не попадете в сам вот этот окружность. Поэтому, друзья, важно ставить цели мечты. И мы сегодня с вами поговорим именно о постановке целей и именно о том, как это правильно делать. Я вам рекомендую в данный момент взять тетрадки и ручки и поработать вместе со мной. Здесь уже у нас находится большое количество людей, если не ошибаюсь, 289 человек, 290. Да, по-моему, мы сделали рикс сегодня, говорил Евген Свобода. То есть, друзья, у нас 290 подключений, мне это очень приятно видеть. 291 это постоянно растет. Замечательно. Едем далее. Друзья, вооружитесь тетрадками и ручками, а рекомендую вам, когда вы приходите в бизнес, завести тетрадку специально для этого бизнеса. Специально, где вы будете записывать свои мечты и цели. И начнем с тех пунктов, как же правильно пишутся мечты, вернее, как же правильно пишутся цели. По сути, мечта, вернее, цель, это мечта, которая записана на бумаге. То есть, мечту от цели отделяет то, что она записана, вернее, цель записана на бумаге. Поэтому, друзья, 4 критерия целей. Без вот этих 4 критерий цель не полноценна, друзья. Первое. Конкретно написана на бумаге. То есть, если вы ставите цель, она должна быть конкретно написана на бумаге. Можете себе записать. И желательно использовать то, что мы будем сегодня с вами говорить. Второе. В позитивном ключе. Не записывайте цель типа, я не хочу долгов, я не хочу болеть, я не хочу зарабатывать мало денег, я не хочу быть последним в АйВауи. В позитивном ключе. Я хочу быть богатым, я хочу быть здоровым, я хочу быть успешным, я хочу быть лидером компании Вауи. И так далее. То есть, это очень важный момент. Но максимально конкретно записывайте свою цель. Максимально, как можно подробнее, как можно конкретнее. Друзья, потому что это настолько важно. У цели есть одна особенность. Они имеют особенность сбываться. Вот этот небольшой страшный фактор, друзья, я вам серьезно говорю. Поэтому было масса случаев, когда люди не до конца писали свою цель или не до конца правильно записывали то, что хотели и получали потом. Потом открывали тетрадь, где была записана их цель и удивлялись. Цель была та, которая была записана на бумаге. Поэтому правильно ставьте свою цель. Третье. Цель, если она материальная, обязательно должна иметь дату и стоимость. Если это материальная цель, она должна иметь дату и стоимость. Потому что наш мозг, друзья, работает именно таким образом. Что если вы должны ему дать оценку и временные рамки. То есть, если, допустим, вы ставите цель. Хочу себе автомобиль, допустим, Аудио 6. Я думаю, есть здесь в аудитории около 300 подключений. Люди, которые хотят себе новенький салон Аудио 6. Девушки, возможно, себе хотят красную такую спорткар и так далее. Вам нужно определиться с цветом машины и так далее. Вы должны написать. Я, допустим, Алексей Сукачев, покупаю Аудио 6. Конкретно написано на бумаге. Серебристого цвета, кожаный салон, полный фарш и так далее. Салона к 31 сентября 2014 года стоимость 60 тысяч долларов. То есть, вот это правильная цель. И если вы в таком ключе будете записывать каждую с ваших целей. И четвертый фактор, который пропускают многие ребята. Я этот фактор услышал от одного долларового миллионера на тренинге, который меня просто, он меня оживил вот те цели, которые я до этого писал. Он говорит, впустите эмоцию в свою цель. Друзья, есть такая фраза, захачивайте свою цель, хотите свою цель, пропустите через себя эту цель. Когда вы записали, она должна быть соединена с эмоциональным вашим состоянием. Вы должны себя возбудить на свою цель. Вы должны хотеть этого, впускайте эмоцию максимально, максимально, максимально. Сейчас мы немножечко подробнее об этом поговорим, как это сделать. Теперь задача к вам, друзья. Так как у нас цикл школ, моя просьба, моя рекомендация выполнять некоторые задачи, которые мы будем делать. Потому что они помогают и мне, они помогают моим параметрам. Мало того, они помогают даже нашим спонсорам. И это те вещи, которые используют все успешные люди. Поэтому я вам рекомендую. Если у вас подключается партнер, друзья, новый партнер, обязательно поставьте ему задачу прописать 50 материальных целей и 10 нематериальных. В тот же день, когда к вам подключится человек, вы должны поставить ему задачу прописать 50 материальных целей и 10 нематериальных. Ту же задачу я ставлю каждому из вас. Кто-то уже это сделал. У многих из вас есть уже тетради, где записаны ваши цели не первый месяц или не первый год в бизнесе. А для некоторых это будут открытия. Друзья, обязательно пишите свои цели. Потому что они имеют особенность сбываться. Я знаю массу историй, когда лидеры вставали на тренингах со слезами на глазах и рассказывали душетрепающие истории, когда они были в нищете, когда они были в бедности, когда у них были проблемы, у них были по всем фронтам полные минусы. И они заливали свои блокноты слезами, потому что были в тяжелом положении, но писали цели, в которые даже не верили. Они их писали, писали, потому что им спонсор это сказал. И эти лидеры через 2-3 года стояли на сцене. Какое, говорит, мое было удивление. Когда я открыл эту тетрадку и увидел, что 90, а то и 100%, ну 100% это корректировка такая, да, но 60, 70, 90% моих целей сбылось. Вот это самое большое счастье. Поэтому, друзья, ваши цели имеют свойство сбываться. К вам просьба. Поставьте себе задачу до следующего обучения, а лучше это сделать сегодня, либо завтра, перед сном. Замечательно, хорошо прописывать цели перед сном. Поставьте 50 материальных целей и 10 нематериальных целей. Мне тут мой партнер Ольга Корченкина подсказывает. Некоторым людям, некоторым людям тяжело поставить цели. Вот для него купить автомобиль, купить квартиру, купить машину, это что-то купить, там, не знаю, поехать на Мальдивы, либо на Дубае и так далее. Для него это очень сложно. Подходите с таким вопросом. А что если? А что если я вот пропишу, и она получит? Какие-то большие цели? Подходите к вопросам, а что если это произойдет? И пишите вот более просто. Материальные цели сюда включаются. Все что угодно. Вы хотите себе новый iPhone? Отлично. Вы хотите себе новый автомобиль? Отлично. Вы хотите стиральную машину? Отлично. Вы хотите образование своим детям? Это стоит денег? Отлично. Вы хотите новую квартиру? Супер. Вы хотите поехать на море? Супер. Вы хотите себе новую красивую рубашку? Замечательно. Вот это и есть цели. 50 материальных целей. Предостережение. На 15, 20, 30 целях многие из вас остановятся. Потому что окажется, если вы давно этого или никогда не делали, окажется, что вы не так уж и многого хотите. Окажется, друзья. Мы вечно бежим, бежим, бежим в таком круговороте жизни. Но оказывается, если мы пропишем все, что нам нужно, окажется там не больше миллиона, а для некоторых не больше нескольких сот тысяч долларов. А мы считаем, что этого всего, ну это нереально, это много и так далее. Где взять деньги? Друзья, я вам открою один. Земля находится 18 квинтиллионов миллионов долларов. Квинтиллионов долларов. 18 квинтиллионов. Я даже не всегда выговариваю эту цифру. Это такая математическая циферка. Это если поделить на 6 миллиардов человек на планете, получится по 3 миллиона на каждого. Денег в изобилии, успеха в изобилии, процветание в изобилии, материальных благ в изобилии. Поэтому кто вам сказал, что вы недостойны чего-то. Поэтому пишите свои цели, просите у Вселенной, показывайте Вселенной, что вы хотите. Это можно сделать только прописав цели и записав их на бумаге. Следующая вещь, когда вы это сделали, я надеюсь, искренне надеюсь, что вы это сделаете, друзья, и будете делать это дальше. 310 подключений. Мы сделали рекорд, друзья, в этом бродкасте. И это здорово. 311 подключений продолжают наращиваться. Едем дальше. Когда-то один лидер на сцене сказал такую вещь. Я был в шоке, когда он это рассказывал, потому что для меня это было новое. Для вас это может быть тоже новое. Напишите сейчас на бумаге слово «вдохновляйся». Просьба, те, кто со мной сейчас работает в такой диалоге, напишите под вашей задачей прописать 50 материальных и 10 нематериальных целей. «Вдохновляйся». Написали, супер, спасибо огромное тем, кто это сделал. 4 буквы «вдохновляйся». Если вы увидите первые 4 буквы, вдох. «Вдохновение» от слова «вдох». И хорошая новость в том, что вы можете вдохновиться, глубоко вдыхая. Друзья, когда вы пропишите свои цели, в прямом смысле вдохновитесь ими от слова «вдох». Когда мне это научили, я понял, как пропускать эмоцию. Вот садитесь перед своей целью и начинайте вот так вот вдохновляться, вдыхать ее на прямом. И когда вы начинаете вот это вдохновение прокачивать, впускать в нее эмоцию, ваша цель закрепляется в вашем мозгу. И самое важное это делать постоянно. Три пожелания, которые я вам рекомендую, которые помогают мне и огромное колесо людей добиваться своих целей, друзья. Я просто счастлив, шокирован, насколько это работает. 4 года назад я был абсолютно не тем обычным работником. Сейчас, когда я прописывал свои первые цели, зарабатывать 100 долларов в день и так далее, для меня это было нереально, купить свою первую квартиру и другие вещи. Для меня это было просто нереально. Сейчас, когда я открыл свои цели, которые писал пару-тройку лет назад, я увидел, что более 60% достигнуто. И я вижу, что оставшиеся достигаются с каждым днем или с каждым месяцем. И надо ставить дальше цель. И мне вот эти три вещи позволяют достигать целей и многим огромным, большим лидерам в наших организациях. Максиму Литвинову, я уверен, Никита Ласла, Евген Свобода, Андрей Иисус, это мои спонсоры. И я уверен, что многие из них используют в каком-то факторе вот эти все цели. Вдохновляйся, это первое. Вдохновляйтесь своими целями, вдыхайте их. Второе, визуализация. Я вам рекомендую посмотреть фильм «Секрет». Многие из вас его видели, он так и называется, сетевой фильм. Кто еще не видел, просто перед сном смотрите, пересматривайте фильм «Секрет». И вы узнаете силу визуализации. Мы сегодня об этом будем говорить. Визуализация – это представление вашей цели уже в наступившем моменте. Если вы хотите опять-таки тот же автомобиль, визуализируйте, что вы уже ездите на автомобиле. Визуализируйте каждый раз, когда у вас проблемы, когда ваш потенциальный партнер сказал, что это не для меня. Когда вам мама, родные, близкие сказали, забрось затею с этим бизнесом, иди работай за свои 500 долларов и все будет в порядке у тебя. Визуализируйте, визуализируйте, визуализируйте. Представляйте свою цель. И это самое важное – давать вам будет энергию и силу. Вам это будет давать энергию, когда вас будут гнобить, когда у вас будут слезы на глазах, когда у вас будет что-то не получаться. Не упускайте свою цель из виду. Визуализируйте ее постоянно, потому что эта цель будет вести вас. Если были сейчас слайды, я вам показал несколько наглядных картинок. Но представьте, что у вас есть звезда. Звезда – это ваша цель. Вот она светит на небе. Ваша задача – разжечь эту звезду. Это ваша звезда, это ваша цель, к которой вы идете. И не давайте никаким тучам, не давайте никаким деревьям, не давайте никаким преградам, дымам и так далее, объектам заслонять вот эту звезду. Постоянно прорисовывайте эту свою цель у себя, и тогда у вас будет энергия, эта звезда будет вас заражать. И третий момент. Аффирмации. Опять-таки, лидеры используют это очень часто. Для новичка это может быть слово немножечко непонятное. Через две буквы «ф» пишется, друзья, аффирмации. Это прописывание вот этих визуализных целей на бумаге. Честно вам скажу, я каждый мне узнал об этом. Сначала мне было трудно, я бывало делал перебои, перерывы. Но потом я начал делать, прописывать аффирмации, и мой день всегда стоит в бодрячке. А потом мои команды, мои партнеры это начали делать. И что я заметил? Оказалось, те люди, которые прописывают аффирмации по утрам, у них все супер, они звонят заряженными, и у них новое подключение. Те люди, которые убирают это, не визуализируют, не вдохновляются, не пишут аффирмации. Здорово, они к обеду начинают только понимать, что им надо что-то делать. С самого утречка, друзья, прописывайте аффирмации. Кому удобно, можете делать это вечером. Что такое аффирмация? Это та же цель, которую вы, допустим, вот четыре критерия цели, да, конкретно написано на бумаге, в позитивном ключе, имея дату и стоимость, и впускаете эмоцию. Аффирмация это то же самое, но когда вы прописываете ее у себя в тетрадке. Берете себе тетрадь и с утра прописываете свою аффирмацию на весь лист, тратите на это 10 минут, друзья, и у вас к концу прописания или середины прописания будет появляться столько энергии. Я не знаю, как это работает, друзья, но это работает. Мне рассказывали, что когда вы пишете ручкой, оказывается, что помимо того, что вы видите визуально, помимо того, что вы проговариваете это в подсознании, либо лучше вслух проговаривать, оказывается, что когда вы это прописываете, то вот эта энергетика, да, то есть через мозг, через позвоночник, через руку, через мышцы, вот это все проходит, и ваша рука выводит эти фразы, это удваивает удво. Поэтому такая цель закрепляется у вас в голове. Небольшая история от вступления. Почему это важно, друзья? Для кого-то то, что я сейчас говорю, будет открытием, для кого-то это уже факт, но я знаю одно, что те люди, которые будут применять или уже применяют это на практике, всегда будут достигать рано или поздно своих целей. Будет второй тип людей, которые услышат, но не сделают то, что мы сегодня проговорили или проделали. Те люди, которые просто не сочтут это за нужным. Я вам могу гарантию дать, если вы из тех, кто услышал, но не будете делать, и будете продолжать реку успеху, то рано или поздно вы дойдете до того, о чем я говорю. Поэтому я вам рекомендую с сегодняшнего дня победить себя. Если хочешь победить весь мир, победи самого себя. Первый раз будет некомфортно, но начинайте это делать, и в вашей жизни буквально через считанные недели, месяцы произойдут колоссальные перемены, друзья. В нашем мозге, вот это замечательно, у каждого из нас есть голова и два ушка, да, и между вот этими ушками в голове находится такое большое желеообразное вещество из серой рычевы натыка, да, по-украински. И, друзья, вот этот мозг может просто потрясающие вещи. Ученые проанализировали, подсчитали, я не знаю, как они это сделали, но это опыты, да, что через наш мозг проходит ежесуточно 50 тысяч мыслей, друзья. Каждые сутки через ваш замечательный мозг происходит 50-60 тысяч мыслей. И представьте такую ситуацию. Большинство людей живут в негативной сфере, в негативной среде. Мы смотрим телевидение, не дай бог мы смотрим новости по телевизору, не дай бог, почему, потому что я свой телевизор разрубал топором уже лет 7 назад. Рекомендую тем, кто пришел к успеху разрубать топором свой телевизор. Я, конечно, сход, как говорю, но убрать его в своей жизни. То есть через негативы, какие-то случаи на работе и так далее, люди обожают негативы, где-то там кто-то умер и так далее. И вот эти все мысли крутятся у вас в голове. Поэтому ваша задача научиться контролировать эти мысли. Ваша задача пропускать в голову только те мысли, которые будут позитивно влиять на вашу жизнь. Именно аффирмации и визуализация настраивают ваш мозг на вот эту вот постоянную концентрацию. Я вам расскажу одну историю, которую написал в своей заместительной сетевой MLM лидер. Как-то муж захотел себе автомобиль. Семья с маленьким достатком, у семьи не было денег, это реальная история. И этот семьянин, муж захотел себе Cadillac. Но так как ни денег, ни финансов, ни возможности где-то заработать Cadillac не было, он решил себе просто сильно захотеть. Но он включился в сетевой бизнес. Жена заходит утром на кухню, а на холодильнике фотография Cadillac. Заходит жена в ванную, а там тоже Cadillac. В общем, муж взял свою картинку Cadillac и развешивал ее везде. Жена не выдержала и начала снимать вот эти картинки. Муж так сильно хотел Cadillac, что он брал опять картинки и вешал там, где они висели. Везде, то есть на холодильник у себя, возле монитора, возле зеркала. Везде, везде, в комнате, то есть везде была развешена картинка Cadillac. Он каждый день медитировал, он каждый день визуализировал и хотел себе вот этот Cadillac. Жена рвала вот эти, он опять вешал. И так происходило очень много времени. В один прекрасный день, когда жена была на кухне, со двора услышался бибиканье автомобиля. Какое же было удивление жены, когда она выглянула в окно и увидела мужа, сидящего с сияющей улыбкой, и он находился в новеньком Cadillac. Это реальная история. Друзья, угадайте, что висело на следующий день уже на зеркале. Там висела норковая шубка жены, которая поняла, что это работает. Поэтому я вам, друзья, хочу порекомендовать следующий момент. Когда вы проработали то, о чем мы говорим, включайте визуализацию, окружайте себя своими целями. Не давайте никому в голову вот эти 50-60 тысяч мыслей вводить негатив. 326 подключений. Идем дальше. Супер, друзья, благодарю, что сегодня здесь столько много партнеров. Есть такое понятие «калаш мечты». Когда вы прописали свои цели, когда вы визуализируете, рекомендую вооружиться красивыми журналами, разными. Мужчины хотят всегда классные дорогие часы. Девушки, женщины хотят красивые кожаные сумочки, аксессуары, бриллиантовые цепочки, сережечки и так далее. То есть супер, друзья, это те вещи, которые должны у нас быть. Тем более в сетевых бизнесменов, предпринимателей. Потому что все это реально, это раз. Во-вторых, это действительно нужно в нашем бизнесе. И если вам это доставляет удовольствие, вы должны к этому стремиться и это должны приобретать в своей жизни. Поэтому, когда вы прописали свои 50 материальных целей, я вам рекомендую сделать следующее. Создать свой калаш мечты. Я не буду сегодня подробно рассказывать о калаше мечты, потому что есть 9 секторов. И у меня есть калаш мечты. Я не буду его сейчас показывать, потому что бывает это интимно. Вы можете его повесить у себя в комнате, вы можете его повесить на общее обозрение. Но я не рекомендую калаш мечты показывать, грубо говоря, людям, которые заинтересованы в вашем успехе. Не всегда это нужно. Это для вас, это для тех людей, которые заинтересованы в вашем успехе, которые вас будут поддерживать. Поэтому, возьмите огромный ватман или несколько ватманов. Посмотрите, как создается калаш мечты. Распечатайте, повырезайте, понаходите из журналов красивые глянцевые фотографии. Вы хотите себе новый костюм, либо новое бальное платье, вернее не бальное, а вечернее платье. То есть супер. Найдите то платье, которое вы хотите и повесьте на вот этот калаш мечты. И там много сфер калаша мечты. Ваше окружение, повесьте тех людей, в окружении которого вы хотите быть. Ваши финансы, повесьте много денег, фотки с денежкой и так далее. Семья, это очень важная сфера. То есть у нас много сфер, куда мы идем. То есть калаш мечты. Посмотрите в ютюбе, как он делается и рекомендую это сделать. Я хочу сразу сказать, очень мало людей это сделают, друзья. Не тишу себя иллюзии, что вот сейчас 326 человек рвануло и начал это делать. Но я могу сказать одно. Те люди, которые это уже сделали и те люди, которые это сделают, будут просто потрясающие вещи у вас происходить. Я вам расскажу одну небольшую историю одного партнера, который мне ее рассказывал. Говорит, я хотел себе аквариум с золотой рыбкой. Ну вот хотел аквариум и все. Ну невозможности тогда не было. Многие в сетевой бизнес приходят не просто с достатком, а многие приходят с нуля либо с минуса. Поэтому супер, когда вы начинаете, если у вас ничего нет, если у вас есть только долги, проблемы. Но есть страстное желание преуспеть вырваться с этих долгов и заработать большие деньги для себя, для своих близких. Обязательно сделайте этот калаш мечты. Вот этот парень вырезал аквариум, который первый попался к нему с золотой рыбкой. И повесил себе. Купил аквариум, пришло время, он пошел, купил аквариум с золотой рыбкой. Поставил себе и через сутки этот аквариум лопается, и вся вода, вот это реальная история, и вся вода выливается на комнату. Это было просто ужасно. Ну, она вытекла просто. Они взяли этот аквариум, принесли назад в зоомагазин, где покупали. И продавец говорит, а у нас нет больше квадратных аквариумов, а у него лопнул квадратный. На, говорит, ты круглый, чтобы рыбка не умерла, чтобы она пока пожила. На круглый, а потом что-то может появиться, мы вам привезем. Он приходит домой с круглым аквариумом, который ему не нравится, он хотел всегда квадратный. И как-то он обращает внимание на свою доску в визуализации и видит, что на доске визуализации висит именно круглый аквариум. Он не задумываясь, повесил туда круглый аквариум, а все произошло так, чтобы у него в жизни проявился круглый аквариум. То же самое, тщательно подбирайте свои цели, мечты, друзья, потому что они имеют свойство сбываться. Один важный момент. Многие из вас сделают то, что я говорю, многие из вас будут продолжать работать над этим. И многие из вас хотят достичь своей мечты, будут хотеть достичь своей мечты. Есть одна важная особенность по достижению мечты. Понятие «хотеть» и принять решение это сделать – это две абсолютно разные вещи. То есть есть люди, которые просто хотят достичь своей мечты. А есть люди, которые приняли решение, несмотря ни на что сделать это. Друзья, вот очень сильная штука принятия решений. Я вам расскажу пример, что такое принятие решения на негативном факторе. Представьте такую ситуацию. У человека нет денег, человек в долгах, у человека большие проблемы финансовые. Просто выгоначивает карманы, там пусто. Что делать? И он идет, вот у нас, допустим, в Харькове сейчас довольно-таки скользко. Он идет и поскальзывается и ломает ногу. Приходит, приползает домой, у него открытый перелом. Какое решение примет этот человек, друзья? Он, конечно же, примет решение поехать в больницу за любые деньги. У нас, допустим, это 300-400 долларов, чтобы ему вставили, монтировали на затолку и сделали гипс. То есть, скажите, пожалуйста, у него было момент, когда он думает, ну ладно, посижу, может, поеду в больницу, может, не поеду. То есть, вот такие моменты. Нет, он четко принимает решение это сделать. И у него находятся деньги, он занимает это все и так далее, и так далее. Вот, хотеть и принять решение это сделать, это две потенциально разные вещи. Поэтому, примите решение, несмотря ни на что, достичь своей мечты. Друзья, я вам сегодня постарался такую небольшую школу вводную дать. Да, сегодня такое у нас первое мероприятие, а потом это будет более технические разные школы, они будут со слайдами и так далее. Я хочу вам рассказать историю одного успешнейшего человека. Капитал этого человека составляет сейчас 800 миллионов долларов, но об этом чуть попозже. Был обычный австрийский парень. Обычный австрийский парень. Он рос в бедной семье, где было жестокое воспитание и не давалось никаких возможностей. Он жил в Австрии в те времена, это еще 50-е годы были, в те времена, когда было все очень сложно и ужасно просто. Серая такая, послевоенные годы. Те страны жили очень в таком хаосном ситуации. Но у этого парня были мечты. Он не хотел быть похожим ни на кого. Он хотел какой-то красивой, какой-то яркой жизни. И он мечтал, как бы его попасть в Америку, потому что знал, что там другая жизнь. Как попасть туда, вырваться с этой рутины черного всего мрака и попасть в красивую жизнь. Но никаких шансов не было это сделать. Как-то ему в журнал попался, на котором было написано «Геракл, который стал звездой Америки». Была примерно такая фраза. Он прочитал историю, как один из бодибилдеров накачал себе мышцы из провинциального городка, приехал в Голливуд и стал там звездой, снялся в знаменитом фильме 50-60-х годов «Геракл». Он понял, что это и есть его цель. Он понял, что ему надо, несмотря ни на что, в свои 14 лет начинать качаться. А в то время такое понятие, как бодибилдинг, еще не существовало в Австрии и так далее. Но этот парень, несмотря ни на что, начал качаться. У него была масса трудностей. Ему говорили «ты чудак», ему говорили «ты мечтатель, это все нереально, бросай нафиг, иди военным» и так далее. Но он, несмотря ни на что, сыпел в зуб и качался с утра до вечера. Потом его отдали в армию, друзья. И в армии было невозможно просто заниматься собой. Надо было с утра до вечера делать пробежки. Но он просыпался в 5 утра и до пробежки 2 часа занимался. И когда все уставшие в 9 вечера приходили, ложились в койки и засыпали намерно, он шел и 3 часа еще занимался бодибилдингом на примитивных инструментах. Он качался, 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 качался. И один пришел момент, когда он услышал, что в Германии он служил в Африи. Что в Германии проводится бодибилдинговый тренинг для юниоров. Он убежал с казармы, чтобы выступить на этом тренинге и чудом занял первое место. С того момента его жизнь начала меняться. Друзья, ему все время говорили, что с него не получится бодибилдер. Но он стал шестикратным человеком Мистер Вселенной и Мистер Олимпия. Потом, когда он стал вот этим человеком, он шел к своей мечте дальше, сцепив зубы. Он сказал такую вещь. Если то, что мои цели свершились, я с нуля стал успешным человеком благодаря адскому труду, и настойчивости, и не сдавания, и не теряния цели из виду, значит я сделаю вторую шаг. Я стану профессиональным киноактером и заработаю миллионы долларов. Он пошел и в эту сферу и начал заниматься киноактерством. У него было громоздкое тело, у него был страшный акцент. Он был не похож ни на одного киноактера тех времен. Семь лет ему отказывали в ролях. И он ходил, 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 пока не нашел маленькую роль. Потом он стал величайшим актером и снялся в крутейших фильмах, заработав 10, 20, 30 миллионов. Потом он решил поставить себе цель стать политиком. И тут ему сказали, куда ты пройся, бросай всю эту цель и занимайся уже, живи как ты есть. Но он стал губератором крупнейшего штата Калифорния, друзья. Это был Арнольд Шварценеггер, и это живая история. Этот человек всю жизнь знал, что такое нереально, и он не сдавался, сдвигался напорным трудом, друзья. И вот фраза, которую я вам хочу сказать. Никогда не упускайте свою мечту из виду. Что бы вам ни говорили, что бы вам ни рассказывали. Какой-то бизнес не такой, какой-то вы не такой, или вы не такая. Если у вас что-то не получается, вам ваши потенциальные партнеры, ваши самые страшные друзья, близкие будут говорить, забей на эту мечту, и вы будете, возможно, завтра хотите уйти с этого бизнеса, или просто пойти на работу. Вспомните эту фразу, вспомните Арнольда Шварценеггера, посмотрите его историю. Никогда не упускайте свою мечту из виду. И в вашей жизни будут происходить те чудеса, которые приведут вас, вашу семью к огромным успехам. Вы будете рассказывать на огромных миллионных, многотысячных сценах, как вы прошли эти трудности. Друзья, знаете, есть такая фраза, за одного битого, двух небитых дают. Когда вы прошли вот эти трудности, вас начнут ценить как личность, вас начнут ценить их как лидера, потому что именно так закаляется сталь, так закаляются люди. И напоследок я вам хочу сказать, друзья, вы вошли в лучшую компанию, в лучшую команду, в лучшую систему. У вас есть все инструменты, чтобы преуспеть и стать в этом году номер один, и преуспеть доказать всем, что вы достойны большего, потому что вы пришли в этот мир не для того, чтобы стать песчинкой, а чтобы стать большой горой, красивой большой горой, величественной горой, друзья. И я вам это все рекомендую. Давайте подведем итог сегодняшней школы. Надеюсь, она была вам полезна, друзья. Первая сегодняшняя школа у нас мечты и цели. Итак, мечтайте, ставьте большие мечты. Брайан Трейси говорит вещь. Главный закон миллионеров, они много мечтают. Четыре критерия к цели. Конкретно написано на бумаге в позитивном ключе, имея дату и стоимость, и вплывкание эмоций. Пропишите обязательно 50 целей материальных. Сделайте это сегодня, сделайте это завтра, но обязательно сделайте. И 10 целей нематериальных. Статусы, благотворительности, помощь и другие моменты. Научиться английскому, научиться рисовать и так далее. Это нематериальные цели. Визуализируйте, пишите аффирмации. С завтрашнего дня, вот те, кто сегодня присутствует, а нас присутствует уже более 330 человек, начните писать аффирмации. Возьмите чистый лист бумаги и прописывайте свои замечательные цели по многу-многу раз. Пишите, визуализируйте, визуализируйте, визуализируйте. И достигайте своих мечт. Когда ваши партнеры придут в этот бизнес, обязательно тоже дайте им задачу 50 целей и 10 нематериальных. 50 материальных и 10 нематериальных. Тогда вы вместе будете знать, куда вы идете. А с компанией ВАВЫ, друзья, у вас все получится. Хотел завершить этот тренинг сегодня словами опять-таки Брайана Трейси, который на большом мероприятии сказал эту вещь, когда заканчивал 4-часовый замечательный тренинг. Не важно то, что вы услышали на этом тренинге сегодня. Не важно то, что вы записали на этом тренинге сегодня. Важно, друзья, то, что вы сделаете, когда выйдете с этой конференц-комнаты. Я желаю вам, друзья, действий. Я желаю вам достижения ваших целей и мечт. И чтобы в вашей жизни всегда было счастье, любовь и процветание. Спасибо огромное. Передавайте вот эту мацу своим партнерам. Следующая школа у нас, следующий торник. Желаю вам успеха. И завтрашнего дня много новых команд, новых партнеров и таких же вдохновленных людей, как и вы сами. Успехов с вами был Алексей Сукачев. Продолжение следует...